Изначально это выглядело как научный эксперимент. Группа исследователей решила внедрить новый вид биологических организмов в изолированную экосистему, чтобы изучить их влияние на флору и фауну. На бумаге все казалось безопасным. Остров был необитаем, контролируемая среда, строгие протоколы. Но уже в первые дни стало ясно, что контроль невозможен. Маленькие существа начали размножаться с невероятной скоростью. Их количество удваивалось почти ежедневно. Сначала местные растения начали увидать, а животные – исчезать без видимой причины. Воздух стал наполнен странными запахами, а вода в озерах мутнела. Ученые пытались реагировать, запускали ловушки, изолировали участки, пытались уничтожить организмы химически, но все было бесполезно. Через неделю остров превратился в нечто, что трудно было назвать природой. Земля шевелилась под ногами, словно живое существо. Вечерами странные тени скользили между деревьями, а ночью раздавались неестественные звуки, щелчки, шорохи и непонятные стуки, будто сама природа восставала. Даже самые опытные биологи признавали – это уже не эксперимент, это катастрофа. Исследовательский центр попытался эвакуироваться, но корабли не могли подойти к берегу. Вода кишела странными существами, и любая попытка приземлиться оканчивалась поражением. Спутниковые снимки показывали, как огромные массы новых организмов распространялись по острову, переплетаясь в единую сеть. Казалось, что остров живет и дышит сам по себе. К концу месяца никто уже не пытался контролировать ситуацию. Все, что оставалось ученым – наблюдать с безопасного расстояния, как их творение превращается в непредсказуемую силу природы. Один из них, старший исследователь по имени Эдвард Лэнг, записал последние слова в дневнике. «Мы думали, что создаем новый мир, но он создает нас. И это только начало. Остров больше не был экспериментальной площадкой. Он стал символом того, что человечество иногда запускает процессы, которые невозможно остановить, и что любая игра с природой может обернуться катастрофой, превышающей все ожидания».